Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько зарабатывают в Нидерландах? Сколько зарабатывают в Нидерландах люди по обычным профессиям, таким как врач, электрик, учитель? Сегодня в моем видео я раскрою вам тайны зарплат в Нидерландах, сколько же получают эти люди. На самом деле это очень-очень интересно, поэтому продолжайте смотреть. Друзья, вы когда-нибудь ходили на прием к семейному врачу в Нидерландах? Я думаю, что почти все знают, все знают семейного врача в Нидерландах. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько зарабатывает семейный врач в Нидерландах? Я думаю, нет. Но сегодня я вам раскрою такие вот секретики, сколько они же зарабатывают. Итак, учеба на семейного врача довольно-таки сложная и включает в себя комплекс реального обучения, обучение длится более 9 лет. Но после обучения стоит ли оно того, сколько зарабатывает семейный врач? Семейный врач зарабатывает от 90 до 100 тысяч евро в год. Это, конечно же, зарплата еще без налогов. С этой зарплатой еще, конечно, вычтутся налоги, да, но это зарплата уже с оплатой помещения. Если посчитать зарплату врача в месяц уже с налогами, то он получает примерно 5 250 евро в месяц. Это зарплата уже с вычетом всех налогов. Это чистые деньги. Но это зарплата, если вы работаете на себя, если вы открыли свою практику, да, еще с одним врачом и работаете на себя. Если же вы начинающий семейный врач и работаете на работодателя, то есть, да, на тех врачей, которые работают уже в своей практике, которые открыли практику, то ваша зарплата будет составлять около 4 до 6 тысяч евро в месяц. Это тоже зарплата еще без учета налогов. Поэтому, да, казалось бы, зарплата, она такая неплохая. Но учтите один момент, что учеба на врача тоже дорогая. Поэтому всегда перед тем, как учиться, подумайте, стоит ли оно того. Итак, следующая зарплата, следующая профессия. Кстати, довольно-таки хорошо, очень хорошо скажу, оплачиваемая профессия в Нидерландах. Когда я сама обучалась, я обучалась как раз на эту профессию. Это юрист, юрист, адвокат. Я мечтала стать профессиональным адвокатом, да, и защищать права людей в Нидерландах. Не знаю, конечно, как это все сейчас будет с моим дипломом, но, тем не менее, здесь, когда учишься на адвоката, на юриста, зарплата у вас очень хорошая. Когда вы заканчиваете вуз и устраиваетесь на работу в контору адвоката, то вы работаете, соответственно, на адвоката, который держит эту контору, то есть вашего работодателя. Когда вы работаете на работодателя, ваша зарплата будет составлять от 5 до 7 тысяч евро в месяц. Опять же-таки учтите, это зарплата без налога. Все зависит от того, на какую ставку, да, на какой процент вы договариваетесь, и какая у вас зарплата в час. Но примерно 5-7 тысяч в месяц без налога вы зарабатываете. Если же вы адвокат, юрист, который уже работает на себя в своей адвокатской конторе, скажем так, у вас свое дело, свой бизнес, то вы зарабатываете 150 евро в час, либо за консультацию, либо за работу в суде, за слушание и так далее. Но как адвокат у вас не будет полного рабочего дня и полной рабочей недели, потому что эти часы вы не можете подавать в налоговую инспекцию. У вас очень большая ставка, 150 евро в час, это большая ставка. Это тоже без учета налогов. Поэтому если вы все бы часы в неделю подавали в налоговую инспекцию, то у вас бы была зарплата 25 тысяч евро в неделю, что, соответственно, не может такого быть. Поэтому вы зарабатываете, ваш тариф будет 150 евро в час, но вы не можете все часы подавать, поэтому вы работаете не полную неделю, либо не полный день. Также встречаются такие вот случаи, когда зарплата криминальных адвокатов, которые занимаются криминальными уголовными делами, составляла 300 евро в час. Конечно, все зависит от того, насколько профессиональный адвокат, насколько опыта у адвоката и насколько дел, конечно же, он выиграл. Поэтому все зависит от этого тоже. Но зарплата в 300 евро в час, это на самом деле очень большие деньги. Юрист является очень популярной профессией в Нидерландах. Также существуют адвокаты, такие как ProDeo. ProDeo это бесплатный адвокат, который предоставляется вам в случае проблем, если вы не можете сами позволить себе адвоката. Такие адвокаты зарабатывают 50 евро в час. Довольно-таки большая разница с зарплатами обычных адвокатов и хороших уголовных адвокатов, но тем не менее такие адвокаты существуют и зарабатывают 50 евро в час. Итак, следующая профессия, довольно-таки важная профессия. Не знаю, конечно, как в Нидерландах, но очень часто, конечно, эта профессия нужна в нашем мире. Это профессия пожарного. Сколько же зарабатывает пожарный в Нидерландах? Зарплата, минимальная зарплата пожарного датируется от 1663 евро до 2535 евро. Если вы только окончили обучение, вы получаете только-только диплом МБО, закончили курсы, и вы устраиваетесь на работу, то ваша зарплата будет реально минимальная. 1663 евро – это зарплата без вычета налогов. С вычетой налогов у вас будет около 1300, я думаю, минимальная зарплата. У вас, конечно же, есть возможность продвигаться по карьерной лестнице, есть возможность повышения, есть возможность развития. Вы можете также стать главным офицером в пожарной части. Вот, ваша зарплата, естественно, уже увеличится. Такая зарплата будет составлять около 1773 евро до 2500, до 3000. Где-то 2813 евро. Это, опять же-таки, зарплаты без налогов. С учетом налогов, конечно, будет меньше. А работа пожарного, она, в принципе, не такая уж сложная, когда вы не идете тушить пожары, но, тем не менее, зарплаты у них небольшие. Итак, итак, следующая зарплата. Следующая зарплата полицейские. Полицейские в Нидерландах. Никогда не поверите, и мне честно не верится. Казалось бы, полицейские в Нидерландах довольно-таки серьезные и должны зарабатывать хорошие деньги, потому что в последнее время с чем они сталкиваются, на самом деле тяжелая физическая работа, ну и вообще работа полицейского, она, конечно же, опасна. Но-но-но, полицейские в Нидерландах зарабатывают небольшую зарплату. Когда вы учитесь в академии, в полицейской академии, и вы работаете при учебе, то есть, когда вы проходите стажировку, вам тоже все оплачивается. Буквально минимальная зарплата, которую вы получаете, но когда вы уже обучились, да, и вы, как говорится, начинающий полицейский, только после обучения, и вы устраиваетесь на работу, ваша зарплата будет составлять 2028 евро. Опять же-таки, эта зарплата без налога, с учетом налога у вас будет меньше. Конечно же, опять-таки, у вас есть рост, есть возможность продвижения по карьерной лестнице, есть возможность роста, когда вы со временем можете добиться звания старшего офицера, ваша зарплата будет составлять не намного больше, ваша зарплата будет составлять 2228 евро, тоже без учета налогов. Вы можете тоже дорасти до инспектора. Зарплата инспектора немножко больше. Зарплата инспектора 2623 евро. Я думаю, под инспектором имеется в виду рычажие, да, то есть, следователь. Я думаю, что это зарплата. Следователь, опять же-таки, это зарплата без налогов. Но у полицейских есть свои льготы и плюсы. Они также получают 8% отпускных и бонусы. То есть, они получают 8% отпускных со своей зарплаты. И, естественно, у них есть еще бонусы в конце года. Плюс у них есть еще льготы, скидки на страхование и так далее. То есть, они заключены за определенные бонды по страхованию. Поэтому, казалось бы, зарплата полицейского очень маленькая. Но есть всегда в любой работе свои плюсы. Поэтому, если вы будете становиться полицейским, зарплата в Нидерландах у вас вообще небольшая. Итак, итак, следующая зарплата. Учитель. Кто не любил учителей? Да, учитель начальных классов в Нидерландах. Довольно-таки хорошая профессия. Обучение довольно-таки непростое и тоже сложное. И перед тем, как устроиться на работу, нужно пройти хорошо стаж. И, может, в этой школе, в которой вы проходили стаж, вы устроитесь на работу. Но зарплата учителя колеблется от 3100 евро до 5850 евро в месяц без налогов. Когда вы закончили обучение и вы начали работать в школе, то есть, называется старт, да, то есть, вы стартовый учитель, и у вас зарплата будет составлять 2678 евро в месяц. Опять же-таки, это зарплата без учета налогов. Когда вы проработали в школе 10 лет, то есть, у вас уже есть опыт работы, вы уже опытный учитель, да, 10 лет работы, это такой довольно-таки большой срок. Ваша зарплата повысится до 3525 евро. Опять же-таки, это зарплата без учета налогов. Максимум зарплаты, которую вы можете получать на звание учителя, это 4113 евро. Опять же-таки, без учета налогов. Это максимум, который вы можете получать. Конечно, у вас есть тоже возможность карьерного роста. Вы можете вырасти до директора школы, до замдиректора школы, а также человека, который работает как вспомогательный преподаватель в школе, помогает детям с проблемами, да, тогда вы тоже повысите, скажем так, по карьерной лестнице. Вы уже не будете просто учителем, но вспомогающим учителем, которому не нужно работать каждый день в школе. Итак, следующая зарплата. Зарплата медсестры, которая работает в больнице. На самом деле, медсестра очень популярная должность в Нидерландах, очень хорошая должность, и вообще, все, что связано с здравоохранением в Нидерландах, очень-очень пользуется спросом, очень много работы, обещают хорошие зарплаты и, в общем, бонусы и так далее. Но давайте же узнаем, сколько же зарабатывает медсестра. Медсестра после обучения зарабатывает 1890 евро в месяц. Это без учета налогов. С учетом налогов зарплата будет составлять около 1685 евро в месяц, что является не такой уж большой зарплатой. Если честно, для работы медсестры это, ну, небольшая зарплата, да. Это, конечно, зарплата без отпускных и без бонусов. Но хочу сказать, что если вы уже, опять же-таки, длительное время работаете медсестрой, у вас уже есть опыт работы, да, вы проработали какое-то время, ваша зарплата может вырасти до 3000 евро в месяц, опять же-таки, без налогов. Конечно, зарплата медсестры тоже зависит от работы в больнице, то есть от какой больницы, от условий и от часов, в которые вы работаете. Все, конечно, зависит от работодателя тоже. Но, тем не менее, минимальная зарплата медсестры составляет 1890 евро в месяц без учетов налогов. Очень такая тяжелая профессия, но, как вы видите, не очень большая зарплата. Итак, следующая зарплата, зарплата водителя в Нидерландах. Зарплата водителя общественного транспорта, то есть автобуса, либо специального автобуса, да, специальных перевозок, сколько зарабатывают водители в Нидерландах. Зарабатывают они очень мало, маленькую зарплату. И зарплата составляет от 1663 евро до 2828 евро в месяц. Это зарплата без налогов. Когда вы только прошли обучение, вы закончили курсы, да, на водителя автобуса, да, на водителя общественного транспорта, получили диплом МБО, то вы называетесь, да, водитель стартер. Ваша зарплата реально минимальная. Минимальная зарплата это 1663 в месяц. Это, опять же-таки, зарплата без учета налогов. Когда вы опытный водитель и у вас опыт работы около 10 лет, то ваша зарплата будет составлять 2828 евро в месяц. Опять же-таки, без вычета налогов. Но это зарплата full time, то есть полный рабочий график, то есть 8 часов в день, 40 часов в неделю. Поэтому есть свои плюсы и минусы. Но скажу, что водитель автобуса, это не только водитель автобуса, это человек, который должен еще разбираться в автобусе, да, если что-то произошло, и уметь корректно разрешить конфликтные ситуации в автобусе, если таковые есть. Итак, итак, следующая профессия, которую мы сейчас с вами узнаем, зарплату, это зарплата парикмахера. Сколько же зарабатывают парикмахеры в Нидерландах? Ну, наверное, вы скажете, ну, наверное, они неплохо зарабатывают, потому что салонов красоты в Нидерландах на самом деле очень-очень много. Но хочу вас разочаровать, зарплата парикмахера в Нидерландах очень-очень маленькая. Когда вы заканчиваете курсы на парикмахера, да, курсы красоты, скажем так, вы устраиваетесь на работу в салон красоты, и вы работаете на работодателя, ваши зарплаты будут составлять всего лишь 7 евро в час. Это довольно-таки небольшая зарплата, но и обучение, конечно, недорогое, и долго вы там не обучаетесь, да, поэтому будет у вас такая и зарплата. Но когда вы уже проработали 10 лет, у вас уже опыт, вы опытный парикмахер, ваша зарплата будет составлять 12 евро в час, тоже без учета налогов. Зарплата в месяц у вас будет составлять около 2000 евро в месяц без учета налогов, да. Ну, если вы работаете, конечно, на себя, да, как парикмахер, ваши зарплаты, конечно, будут зависеть от того, сколько часов вы работаете, да, и какой тариф у вас как парикмахера. Но начинающая зарплата парикмахера, она очень маленькая, вот, поэтому, конечно, смотрите, если оно того стоит. Так, следующая зарплата, зарплата электрика. Ну что ж, на сегодняшний день в Нидерландах очень не хватает электриков, очень не хватает людей, которые работают руками. Хорошего электрика здесь найти в Нидерландах, это вопрос золота, да, для того, чтобы вам найти хорошего электрика, нужно будет хорошо поискать, ну и хорошо заплатить. Минимальная зарплата электрика, если вы работаете на работодателе, составляет около 2000 до 2500 евро в месяц. Это, опять же-таки, без учетов налогов. Если вы электрик с опытом, если вы электрик, работающий на себя, ваши зарплаты будут намного выше. Вы договариваетесь о своем почасовом тарифе с работодателем. Вы можете даже договориться за тариф 14 евро в час, как электрик, работающий на себя. Опять же-таки, конечно, будет зависеть от того, знаете ли вы язык, являетесь ли вы Нидерландом, да, являетесь ли вы человеком с другой страны, то есть с Евросоюза и так далее. Все это будет зависеть, конечно, от вас. Но я вам скажу, если вы электрик, то работы здесь полно. В Нидерландах электрики очень нужны. Поэтому, ребята, советую всем узнавать, если вам нужна работа, есть ли электрики. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, с какой зарплатой вы больше всего удивились. У меня уже есть свой фаворит, и я, кстати, очень сильно удивилась одной зарплатой. Но пишите в комментариях, какая зарплата вас больше всего удивила. Я надеюсь, вам было полезно послушать это видео, перед тем, как задуматься про учебу на одну из этих профессий. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Спасибо вам большое за то, что вы со мной. Пока-пока.